Всем большой привет! Наконец-то я добралась до очень длинного видео, оно будет длинным, я заранее предупреждаю. Это видео про джект ПН проект «Использовать и выбросить». Я давно веду данный проект, уже с февраля месяца, вот получается через пару месяцев уже будет год. Этот проект направлен на цели на то, чтобы пользоваться декоративной косметикой, чтобы вы ее разбирали, чтобы она не лежала. Я вам показываю свое расхламление, что-то у меня в зачистку идет, что-то я новенькое добавляю и каждый раз я показываю отчет. Я перед этим всегда смотрю свою предыдущую часть. Предыдущая часть у меня была очень длинная, можете ее тоже посмотреть. Это было и почти час видео, и 25 минут видео. Сейчас постараюсь говорить более кратко, потому что там я показываю много свочей, можете там пройти посмотреть. Продукты кардинально не меняются у меня из месяца в месяц, потому что многим я пользуюсь, чем-то забываю, что-то у меня остается тоже. Поэтому, если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра. И начнем мы с... Ну и вообще я буду здесь показывать декоративную косметику. Начнем с тональных средств, как и всегда. Оставляю я на декабрь месяц вот такой вот BB крем. Сейчас снимаю с искусственным освещением, потому что у нас уже темновато. И свочи в этом видео я показывать не буду, потому что много свочей было, еще раз повторюсь, в предыдущих видео. Это светлый тональный крем BB. У меня его осталось мало. Это я вам показываю на декабрь. Сегодня 4 декабря. Немного я затянула, потому что у меня была поездка. С этим было связано, но я очень рада, что съездила с сыном в поездку в Кострому. Я живу в Ярославле, и у нас поездка состоялась вчера. Ну, сегодня 4 декабря. Думаю, что ничего страшного. На весь декабрь я вам показываю продукты. И, наверное, в начале января я уже покажу вам проект на январь. Декабрь такой волшебный месяц, поэтому тут что-то добавится, и что-то я буду убирать. В общем, светлый тональный крем. Идет в большом объеме. Вика мне его дарила. Привет тебе и спасибо. И он уже у меня скоро заканчивается. У меня его осталось немного, но на декабрь эти остаточки я беру и буду с удовольствием продолжать пользоваться. Дальше следующий крем я тоже повторила. Этот конкретно из Avon был с сайта всем известного в Азберис. До этого у меня был крем, который был с самой компании Avon. Это довольно темный BB крем SPF45. Его я тоже оставила, потому что я эти два тональных первых смешиваю. Сейчас я вам покажу вот здесь такой темноватый. И получается хороший средний тон для меня подходящий. В принципе, и этот в консистенции BB крема, то есть уход и декоративное средство. И здесь также. И еще у меня остается на проекте вот этот вот крем от iSeul. Им я пореже пользуюсь, но он у меня есть. Сейчас я приобрела еще один крем. Пока я его не показываю на проекте. Новинка, так скажем, моя уже декабря. Я попробую тоже и с ним, может быть, что-то сделать. Его отдельно использую. Но пока я его не показываю в декабре, потому что покажу, наверное, в покупках. А вот эти три у меня остаются неизменные. Вот этот CC крем, он идет тоже в сочетании с уходовым, среднего тона. В принципе, можно его отдельно использовать, что я иногда и делаю. Хорошие дают эти кремы. Мягкое покрытие, которое держится весь день. И мне не очень нравится. Из кремовых текстур остается у меня вот такая база под тени. Она же у меня и была бежево-розоватого цвета. Наношу на веко. Немножко жду, пока высохнет. И потом наношу тени. Она у меня и есть. Это база от, вот такая вот, да? Eyeshadow Carité с Wildberries. И у меня остается консилер-корректор тот же самый. От Evelyn в 0,5 тонне. Такой бежевый средний тон с удобным спонжиком. Еще он пока у меня не закончился. Он же у меня и остается. И был он и в предыдущий раз. Все, что вам показываю пока, это все на проекте было. Ничего тут нового. Поэтому долго останавливаться я здесь не буду. Сегодня как-то я не очень тут удобно сижу. Добавила я на тот месяц, на ноябрь, да? Который был вот такой вот кремовый хайлайтер. Его я тоже здесь оставляю. Это Фаберлик Аквадипа Портофина серия. В принципе, иногда пользовалась им. И удобный спонж. Можно наносить удобно на носик, на те участки, зоны, которые вы хотите высветлить. Именно на это наносится хайлайтер. То есть для этих целей он нужен. И пудры у меня остаются те же самые две. Вот этой вот будет, наверное, более видно. Да, все-таки проект еще нужен для того, чтобы было видно, что пользуешься или нет продуктом. Здесь я явно попользовалась Фаберлик. Это 6533 пудра для лица. И она идет в таком средне-светлом оттенке. Ну, видно, что у меня дырочка стала намного больше. Вот это продукт, которому у меня каждый день тянулась рука после предыдущих тональных бибиточных, да, и сиси полуходовых средств. Я с удовольствием использовала эту пудру. Пользуюсь я кисточкой. Спонж, я уже убрала. И меньше пользовалась в ноябре вот этой вот эстрады. Но тоже использовала иногда. Это уже такой вот тоже средний тон. Пудру обе идут мелкого помола. Мягкие, приятные, хорошие для того, чтобы закрепить слой тонального крема и закрепить макияж. Скульптор у меня был один. Я его добавила в том месяце. Это тот же самый скульптор от эстрады. В оттенке и тонен 208, 7 грамм. Это еще со школы красоты. Очень советуют визажисты. Это хорошая такая натуральная тень. У меня это в использовании уже, по-моему, третий. Я вам могу посоветовать этот продукт. Мой must-have фаворит. Это для тех участков и мест, которые вы хотите затемнить. То есть, например, двойной подбородок у вас, если таково есть, или просто хотите сделать поаккуратнее подбородок. Так, щечки, скулы, лоб, нос. Все это для того, чтобы уменьшить зрительно, что для этого нужен продуктор-скульптор. Следующее, то, что покажу, я оставила в том месяце румяны. Не жалею, весь почти ноябрь пользовалась вот этими румянами от DIVAGE. У меня этот тон 4 грамма 8702. И это такой хороший, красивый розовый базовый цвет. Мне очень он нравится. Я им продолжила пользоваться, и он на проекте остается. Это как такой матовый вариант румян, который подойдет на каждый день и создает такой эффект хороших румяных щечек. Красивый. И второй, такой более сатиновый, более праздничный эффект от румяна от HEAN. Я их оставляю и на декабре, несмотря на то, что у них вышел срок годности. 875 тонн это у меня, и это срок годности. Посмотрите, да, до ноября 2023 года. Все равно их оставлю, пока я им сейчас пользуюсь. Просто разные кисточки у меня под разные эти румяна. И все у меня получается хорошо. Они более такие сатиновые, переливающиеся. И другой немножко цвет персиково-розовый получился. Оба оттенка румян я оставляю и буду продолжать ими в декабре пользоваться. Дальше переходим с вами к жидким теням и к сухим теням. Тут будут небольшие изменения. Не буду я показывать вам долго свочи вот этих вот оттенков. Вот этот оттенок я розовый от Faberlic оставляю. Это Days of Diamond 5813. Розовенький такой. Мне он иногда нравится под настроением. Также оставляю от Eryflame без опознавательных знаков. По-моему, оттенок розовый. Кварц хорошо у меня подходил он в уголок глаза. Для каких-то акцентов именно тоже розовый. Такой сатиновый цвет. Приятный, хороший. Его я оставляю также на декабрь. И убираю я от Avon, потому что немножко испортился аромат. Вот у этого продукта у этих жидких теней. Сейчас они каких-то очень дорогих денег стоят в Avon. И мне не очень это нравится, конечно. Так, и это у нас оттеночек Peach Princess. То есть персиковый. У меня он по срокам, по-моему, все, как я понимаю. Срок у них после открытия, по-моему, да, вот он идет год. 12 месяцев. 6 мл. Ну, не хотела я делать свочи, да. Но, наверное, все-таки этого продукта сделаю. Он такой персиковый. Очень глянцевый. Хороший. Подходит для того, чтобы... Ну, так как я его убираю, то сделаю на прощание. Подходит для того, чтобы наносить на серединку века. Для теплых макияжей. Для осенних хорошо подходил. Всю осень, в принципе, я пользовалась. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Летом пользовалась, весной. В общем, а сейчас я с этим оттенком прощаюсь. Он у меня идет в зачистку. Дальше я оставляю вот этот оттенок, который был раньше. Только недавно у меня он появился. Такой серо-розово-какой-то бежевый. Очень интересный тон. По срокам он еще до ноября 25-го года. Просто я им пользуюсь, потому что такой хороший нейтральный оттенок жидких теней. 0,5-й тон. И это артисты. Это 24 на 7 Бивен Сабо. Тоже все показывала вам в Сочи. Очень незаметный такой легкий оттенок. Спонж удобный. Держится цвет весь день. Можно на него наносить блестки какие-то. Как базу, допустим, использовать этот оттенок. Можно его как отдельно самостоятельно наносить. У него очень много применений. Поэтому я его оставляю и буду с удовольствием продолжать им пользоваться. Дальше два оттенка теней. Один оставляю, другой убираю от Luxe Visage. Вот эти вот, которые я показывала. И убирать и снимать я буду тот, который у меня испортился. Сочи-то я, наверное, смогу еще показать его. А вот самый оттенок на глаза уже, к сожалению, невозможно наносить. Это вот такой вот Metal Hype. Да, эти тени идут. И это у меня тон 14. К сожалению, он у меня был до ноября 2023 года, этот тон. И он уже весь подвысох и испортился запах. Вот так выглядит. Сочи-то сейчас я рядышком сделаю. Такой цвет. Видно такой серо-коричневый какой-то красивый тон. Очень они мягко, хорошо. Кстати, вот это и вот видно, да, что даже когда засыхать, немножко такой розовато-персиковый. Это не чисто персиковый. Вот видите, вот видно на камеру сейчас, что он уходит еще в розовый, когда засохнет. У Иван очень красивый цвет. Но и вот этот тоже замечательный цвет. Но уже плохо наносится, к сожалению. Так вообще эти тени держатся весь день. Я люблю эту серию, могу ее посоветовать, я ей пользуюсь. А вот второй оттенок из этой же линейки. У меня, кстати, останется еще два. Но мне показалось, что я сегодня смотрела, разбирала эти оттенки более весенне-летние. И я их покажу вам, наверное, уже там. Потому что кое-что я буду умирать именно из-за времени года. То есть, например, я считаю, что такие оттенки больше там подойдут, например, для осени, для весны, для лета. Я их не беру в этот раз, да, в проект, потому что есть еще и сезонность какая-то определенная. Сейчас пришла зима, и хочется других немного оттенков. Но вот этот я оставляю оттенок, потому что такой нейтральный, в принципе, интересный. И думаю, что подойдет на каждый день. Это 19-й оттенок Metal Hype, также серия. И срок годности до июля 24-го года. То есть, весну и лето, если все хорошо будет, этот оттенок у меня еще будет. Кстати, они вот... Давайте его я сводчком тоже рядышком сделаю, я и тогда делала. Они очень похожи. Вот эти оттенки. Очень близки. Я думаю, что ничего страшного, если у меня не будет этого, а будет другой оттенок, да. То есть, в принципе, они близко. Это сложный цвет, серо-золотистый, какой-то и не серебристый, и не золотистый, и не зеленоватый. Очень красивый, интересный этот цвет. Ну и этот тоже. У них разница, наверное, только в оттенках. Красота какая. Я про те, не эти, я оставляю. И добавляю я таких уже сезонных, потому что, может быть, будут какие-то... У меня впереди фотосессия, потом корпоратив, будут уже какие-то такие вечера, встречи, да, которые будут требовать какого-то более яркого, более блестящего макияжа. Поэтому я добавляю три оттенка для себя, так, ну и для вас тоже, возможно, каких-то новых или нет жидких теней. Их, наверное, свочи я тоже рядышком покажу, хоть я не хотела делать свочи, но все равно так получается, что кое-чего буду делать. Ну, особенно того, что новеньким является. Это вот такие вот жидкие тени добавляются у меня сейчас. Я даже не знаю, как это марка, да, Ellen Professional London, по-моему, да, бриллиант. Вот, у меня этот он 0,3. Это жидкие тени такие квадратные, в них 3,3 мл, то есть небольшой объем. И это для таких уже стальных, серых, серебристых макияжей. Мне даже кажется, что это просто блестки. Сейчас я вам нанесу, покажу. Вот, смотрите, как они переливаются. Их можно, я думаю, и нужно наносить пальцем. И они довольно стойкие, эти блестки. Думаю, что придет уже сейчас их время, и когда-то они понадобятся. Вообще, цвета нового года, если, может быть, кто-то не читал, я читала, интересовалась, это красный, зеленый, серебристый и золотистый. То есть даже и на Новый год можно с такими тенями сделать какой-то макияж. Не знаю, вообще, буду я делать какие-то макияжи или нет. Напишите также в комментариях, было бы вам это интересно. С добавлением, может быть, каких-то даже вот этих вот блесток, глиттеров и жидких теней. И второй оттенок вот такой, он и не серебристый, и не золотистый. Это тени Ушас, да, как-то так примерно читаются. Тон 0,4. Нарядный, очень красивый дизайн. И здесь вот сверху вам нанесу такие серебристо-золотистые блестки. Эти тени уже подсыхают, но я еще что-то попробую с ними сделать, потому что, в принципе, вот их вот так видно. Я их добавляю на проект только на декабрь, я думаю. Там уже в январе будет видно, если они окончательно засохнут, я их и сниму с проекта. Сейчас я вот вижу, что сложновато их даже сейчас наносить. Но я их добавлю в проект, может быть, они как-то тоже мне для каких-то макияжей пригодятся. Ну и третий оттенок, это же марка Ушас, это которую я брала. Те двое, по-моему, теней я брала в магазине. Вот эти я уже заказывала на Байлберрис. Это самый такой, мне кажется, классный, красивый вариант. Сейчас давайте попробую поймать эту красоту. Здесь и голубые, и розовые, и какие-то сиреневые блестки. Это, наверное, самое такое красивое. Это можно добавлять, наверное, на любые, на бежевые оттенки, на серые, на какие угодно. Универсальный. И тут тоже спонж идет. Не показывала вам до этого, что спонж. И по факту это просто такие полупрозрачные блестки. Ну и зеленые, розовые, как я вам сказала, вот они тут. Ну вот, такая красота. Зеленые, голубые, розовые, сиреневые блестки. Очень красивые. И тон этот у меня 0,7. Так, по жидким теням это все. Дальше переходим к сухим теням. Начну я вот с этого одного оттенка, который так и остается. Это Фаберлик из Клиастерия. Это оттеночек, который у меня на все века скатывается. Но я его использую в уголок глаза, либо под бровь. Оттенок это сатиновый, такой светлый. И тон 68,81. Не очень я люблю эти тени, но взяла их опять в проект. Они у меня в нем остаются, потому что есть еще задумки макияжа. И каждый день почти я его использую именно с этой целью. То есть добавлять в уголок глаза, во внутренний, для высветления и под бровь. А мне он очень нравится для этих целей, поэтому я его оставляю. Ну и дальше пройдемся по палеткам. Здесь я сводчи делать не буду. Просто покажу палетки, чтобы долго ваше время не занимать. И уже не раз я их показывала все эти палетки. А Тейвен остается вот эта палетка. Палетка, извиняюсь, уже все заговариваю. Сэнсторм. Хотя снимаю 15 минут, но уже довольно много косметики я отсняла. То есть надеюсь, что побыстрее будет это видео. Вот такие оттенки. Здесь идет три сатиновых, три матовых. На каждый день подойдет. Можно делать вечерний макияж. Это у меня с февраля 2023 года палеточка. Довольно новая. И 24 месяца она может быть открытой. Вот то, что не тестируется на животных. Здесь прописано все. Ну такая картонная палетка. Простенькая довольно-таки. Хоть она была и не очень дешевая, и не очень бюджетная, но нормальная. Подойдет для макияжа на каждый день. Но здесь я считаю, что требуется... Да, давайте еще раз покажу. Не буду крутить. Вот. Ну, на мой взгляд, здесь требуется еще более светлый оттенок. Если бы он был, можно было бы эту палетку самостоятельно использовать. И так придется, конечно, как всегда, что-то еще добавлять. Светленько более. Вот такую палетку я оставляю. Это палетка от Luxe Visage. 0,4 тонн. Она, мне кажется, хорошо подойдет для повседневных, ежедневных макияжей, потому что она матовая. Здесь все четыре оттеночка матовых, как светлые, так и более темные. Этот оттенок розово-персиковый не совсем верно. Передается больше в персик, но в нем и розовинка есть. Коричневый, который можно и для бровей использовать, и более светлая такая камба. Хорошие тени. Я их могу добавить, как-то растушевать и использовать иногда в макияже. Я их оставляю. И более серые уже оттенки. Это вот такие от Reflame серии Stockholm. Ну, The One, точнее, Stockholm. Это оттенок четырехцветных теней. Сейчас, подождите, я тут все путаюсь. Где тут у них? А, вот 44 811, скорее всего, артикул. Вот, вот. Это серые оттенки. Там есть другие варианты, но я выбрала именно этот, потому что мне нравилось. Кстати, смотрите, как смотрится этот оттенок теней, когда полностью высохнет. Даже не то, что персиковый, а в розовый, да, уходит. Вот этот более темный, этот чуть светлее. Этот я убрала, а этот я оставила. Тут вот такие серебристые, золотисто-серебристые просто блестки. Так, ну, давайте покажу вам. Вот такие вот оттенки. Они и не теплые, и не холодные такие. Между хорошие здесь сатиновые, качественные, качественные матовые. Иногда я этой палеткой пользуюсь, либо добавляю, опять же, в другие макияжи. Вообще, почему все это вам вместе показываете тени? Я могу захотеть один оттенок взять из другой палетки, другой с другой, третий с третьей. И для меня это нормально. Ну, как бы каждому свое. Но тени, по-моему, по большей части я все оставляю, потому что в некоторых по одному оттенку нравится. Вот такую палетку Stardust у Divas я тоже оставляю. Ой, яркая она. Вот этими матовыми оттенками я, естественно, больше пользуюсь, чем другими. 0,25 грамм. Это один оттенок, 7 грамм теней. По-моему, срок у них еще не вышел. Они, да, до апреля 2024 года. Поэтому я их оставляю в проекте, и будет каждый месяц. Мало ли, надо будет добавить. Вот эти цвета я использую пальчиками реже, эти кистями почаще. Более ежедневные и более-таки праздничные. Нет здесь, наоборот, темных оттенков, как мы видим, и нет сильно светлого. То есть такая средняя палеточка. Нужно добавлять светлые и темные оттенки. Поэтому она тоже не самостоятельная. Я ее использую вместе с чем-то, когда нужны какие-то определенные цвета. И оставляю я вот эту палетку. Долго думала оставлять или убирать, но все-таки оставлю, потому что здесь тоже есть базовые цвета. ОТФ. Это тонн 10 палетка. Не очень красиво у меня видится, за что, прошу прощения. Но здесь хорошие базовые цвета. Вмяна мне здесь совершенно не нравится. Они для меня нестойкие, какие-то странные вот эти оттенки. А тени очень хорошего качества. То есть вот эти сатиновые, вполне такие даже подойдут на дневной макияж. Вот эти все оттеночки. И один, по-моему, да, здесь темный матовый базовый. Вот эта палетка хорошая, я ее тоже оставлю. И тоже думала убирать или оставлять. Я вам покажу, как я ее сильно за месяц, ноябрь. Кстати, в ноябре АТФ я не пользовалась, в декабре надеюсь, что получится. А вот этой палеткой я пользовалась в ноябре. Видно, опять же, что вот уже практически все у меня. Этот светлый оттенок к нему очень у меня тянулась рука. Это палетка из Ревгош Смоки. И это был оттенок у меня... Да, она называется Profusion. Набор для макияжа глаз Смоки. 24 месяца она может быть открытой. Но нет срок годности до 26 года. Но я, конечно, сомневаюсь, потому что я ее приобрела, наверное, в 22 году. Такая вот палеточка. Видно, что у меня здесь все практически. И вот эти оттенки раз и два очень хорошо для меня подходят для ежедневного макияжа на все веко. Я наношу либо этот оттенок, либо этот, и они у меня очень используются, это вид. Вот эти оттенки я совершенно не использую. Вот эти тоже редко. А вот сатиновые могу добавить на серединку века. То есть, в принципе, вот раз, два, три, четыре оттенка. Ну, иногда и вот этот я использую. Это видно, поэтому эту палетку я оставляю и буду продолжать ей пользоваться. Опять же, определенными оттенками. Оставляю я палетку от Фаберлик. Здесь тени идут, по-моему, все, да? Ну, практически все, кроме одного, наверное, сатиновые. Ей я не пользовалась в ноябре, в октябре, в декабре. Я думаю, может быть, рука к ней потянется, и я попользуюсь. Пока вот я ей не пользовалась, просто ее беру тоже, чтобы она была, и чтобы она была на проекте, как-то уже ее начинать использовать. Добавила я в тот раз, в тот месяц на проект палетку со светлыми оттенками, но больше пользовалась вот тем оттеночком, который я вам показала, и он уже почти закончился. Вот такую я добавила. Это палетка с Вальдберрис, неизвестной марки. Да, как даже здесь посмотреть. Around Brown. Так, Fit Color. Да, наверное, так читается. Вот от лампы, кстати, видно сейчас отражение лампы. При лампе я снимаю. Вот такая красота. И здесь почти все цвета идут матовые, что очень хорошо. Вот эти все светлые. Я обязательно начинаю в декабре уже ей пользоваться активно вовсю, и она у меня очень долго лежала. То есть эту палетку я приобрела еще весной, но и весной, и осенью, ой, и зимой, и даже осенью я ее не использовала, потому что тратила другие свои цвета. И это палетка Fit Colors 01. Срок годности у нее до октября 2024 года, то есть уже пора ей пользоваться. И 13,7 грамм. Вот эти оттенки, которые такие очень блестящие, можно использовать пальчиком на серединку века. Есть тут, по-моему, раз, два, три, три оттенка сатиновых, и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже шесть много оттенков матовых. То есть она подойдет и как на каждый день, и для вечернего макияжа тоже. Добавляю я две палетки теней, которые недавно получила с Whiteberries. Я их сейчас тестирую активно. Это вот такая палетка Seven Days. Почему я их добавляю? Потому что здесь вы видите много цветов, но мне это недостаточно, потому что впереди, говорю, праздники какие-то, мне хочется что-то, то одно, то другое, то третье. Люблю я разнообразие. И косметики, наверное, как вы поняли, у меня очень много. Но я добавила вот эту палетку и добавляю ее на проект на декабрь, потому что тут просто потрясающе красивые цвета. Некоторые из них я уже пробовала. Вот сиреневый посерединке, вот этот я использовала, очень красивый, с блестками. А вот эти два цвета не совсем я поняла, зеленый и лаймовый, потому что у меня они немножко подскатались. Я посмотрю еще, как с ними попробовать. Может быть, как-то что-то с базой, может быть, не на весь день, да, использую. Также я использовала вот этот оттенок, этот, и салатовый. Не пока попользовалась только раз, два и три. Тремя цветами, это сиреневый, вот этим темным и вот этим. Ну, посмотрю, еще буду тестировать эту палетку, как и что. В любом случае, некоторые оттенки здесь уже стали моими любимыми, и рука к ним тянется, поэтому буду палеткой этой тоже пользоваться. Ну и вторая палетка, которую я еще поменьше использовала, вот такая розовая, Winter Edition. Это еще той, наверное, зимы лимитка, как я понимаю. Обе палетки были бюджетные. Одна стоила вот черная в районе 500 рублей, и эта в районе 400. Тут немножко я вот задела вот этот цвет, к сожалению, и у меня он тут вот так покоцался. Я пробовала вот этот оттенок, вот этот оттенок, вот этот и вот этот. Вот эти все блестящие, кроме золотого. И вот этого розового, как раз вот этих двух. Это я случайно так пальчиком. Вот. А еще вот этот из матовых я попробовала. В общем, интересная палетка, но только начинаю тестировать, поэтому я ее беру тоже на декабрь месяц для каких-то акцентов и для макияжа. Потихонечку я все рассказываю и пододвигаю к вам, потому что сегодня будет очень много всего. Много будет косметики, много будет того, что я добавляю в проект, не только то, что убирают. В том числе я добавляю несколько тушей, и давайте перейдем уже непосредственно к таким продуктам для глаз, как туши. Самые мои любимые продукты вообще из всей косметики, это оттени и помады, да, то есть продукты для губ, их будет больше всего. Но и по тушим я в этот раз тоже разошлась, были у меня какие-то новинки, я их запускаю в проект уже какие-то не на месяц, не на два, а может быть даже на три, да, потому что туши тоже есть срок годности, и вам сейчас все покажу. Оставляю я вот эту замечательную тушь, кабаре. Мне она очень понравилась за это время, я ей часто пользовалась на работу и ничего не размазывалась. Это у меня 0,1 тон. Кабаре, латекс. Маленькая щеточка удобная, силиконовая тушь, ярко-черного цвета ее видно, и она очень хороша для стойкого макияжа, то есть я ее оставляю на декабрь, будет снег, будет глаза слезиться, тушь останется на глазах. Она при этом не размазывается, она не осыпается в течение дня, это просто одни плюсы. Мне очень понравилась эта тушь, могу ее посоветовать, классно. И она снимается у меня, по-моему, обычной витилярной водой, точечками. Ее я оставлю с удовольствием, с большим. Дальше я продолжаю тестировать такую более дневную тушь, вот такую, от Luxe Visage Secret, секрет роскошных ресниц. По-моему, я не особо часто ее вижу у блогеров, но видела на нее отзывы именно по Валдберрис, там и взяла. Тушь имеет темно-коричнево-черный такой даже, ну не черный, но темно-коричневый цвет, то есть это не ярко-коричневый, силиконовую щеточку, вот у нее название Браун, и для ежедневных каких-то макияжей можно ее спокойно использовать. Не очень, я люблю коричневый цвет зимой, но все равно он является универсальным, думаю, что пользоваться буду. Оставлю на проекте. И, по-моему, в том месяце у меня это было все, но я из черных тушей добавляю две туши, в этот раз. То есть, кроме того, я еще продолжаю, да, вот этот вот латекс тестировать, еще две. Это вот такая тушь от Ariflame 5 в 1, Wonderlash. Она, по-моему, нисколько не изменилась и не испортилась, то есть дает хороший эффект дневной, можно наслоить ее. Она приятная, эта тушь, но она не является такой стойкой. То есть у меня она, я не помню, кстати, какая-то у меня была водостойка. Может быть это, может быть там, у меня просто две туши, Wonderlash Ultra. Я, если честно, не помню, прошу прощения, водостойка она или нет. Так, 8 мл этой туши идет и артикул 43-123. Это можно на сайте почитать, но оттенок вот этой конкретно черная. Да. Здесь, кстати, до сих пор так вот стали делать, что не прокрашивается кисточка. Что в этом оттенке, что второе оттенок, который я добавляю на проект, сразу уже покажу тоже. Ariflame, которую я открыла, это синяя тушь, тоже Wonderlash Ultra. Вторая. И это оттенок 45-090. Синий тон, он такой ярко-синий, действительно здесь насыщенный, но на ресницах не такой яркий. Но, в принципе, классный оттенок. То есть, у меня будет две туши, синих добавлены на декабрь, потому что, наверное, синий цвет почему бы не использовать, например, на выходном, на праздник, на какое-то мероприятие, на тот же самый на корпоратив, да, потому что когда еще синий тушью пользоваться? Только, наверное, вот на праздники на зимние, да, на декабрь, допустим, и на весну, на лето. Ну, то есть, некоторые вообще, наверное, пользуются, я думаю, что синей тушью, там, чуть ли не ежедневно, я нет. То есть, для меня это какой-то больше вариант, либо выходного, либо праздника. Вот эта тушь у меня синяя, будет для поднятия настроения. И еще одна у меня будет синяя тушь, да, покажу вам еще две цветных и черную. Вот такая, от Luxe Visage, она уже более темная, то есть, если там видели, да, что была такая, кстати, да, я еще не сказала, что все туши, кроме Кабары, являются неводостойкими, то есть, если у вас пойдет, например, дождик, или снег, еще что-то, они могут попасть в глаза, они могут отпечататься. Эта тушь в том числе, это от Luxe Visage, и она уже идет вот такого темно-синего цвета, то есть, это вообще практически, мне кажется, не будет видно, будет неплохой дневной эффект, и, кстати, да, и от, я еще не сказала, тушь 5 в 1, тоже дневной для меня эффект, то есть, это не какой-то вау-эффект. Синяя, добавляю я ее в проект, я не помню, как она у меня, если честно, была, да, добавляю эту тушь, потому что у меня была не синяя, у меня была фиолетовая, фиолетовую я оставляю на проекте Luxe Visage, тоже вот этот вот веер пышных ресниц, Perfect Color серия, какую-то я покупала в магазине, по-моему, какую-то заказывала в Альберисе, я уже даже не помню какой, вот это уже фиолетовая, ну, такая тоже, видите, фиолетовая баклажанная какая-то, такая тоже не очень-то уж яркая, хорошая, подойдет на каждый день, ну, кому-то тушь, а кому-то вот мне на какой-то выходной праздник для какого-то макияжа, и под определенный образ. И последняя тушь, которую я покажу вам, это уже получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая тушь, то есть, до декабря я семь тушей выбрала, это очень много, у меня было такое время, когда у меня была одна-две внутри максимум, но седьмую тушь я взяла от компании Фаберлик, потому что эта тушь мне понравилась, и я ей тоже иногда пользуюсь, это I Wish Volume, наверное, это одна из лучших тушей Фаберлик для меня, потому что она не вызывает у меня раздражение и аллергии, у меня в последнее время очень тушь и глаза чувствительные, эта тушь таковой не является, поэтому она уже в моих любимчиках, она, конечно, не дает какого-то супервау-эффекта, но в принципе, ее можно поднаслоить, у нее силиконовая щеточка и она по стойкости идет средняя, то есть, в принципе, хорошая тушь, красивое у нее оформление, я ее тоже добавляю на проект и буду ей с удовольствием пользоваться, и дальше покажу вам карандаши и подводки для глаз, это все, что остается и что убираю, да, то есть, убираю, что я убираю, а я ничего не убираю, то есть, из карандашей я не убираю ничего, у меня все остается как есть, только добавляю два карандаша, поэтому все вам покажу быстро и кратко, оставляю я вот этот синий карандаш от Faberlic 40997 темно-синий для подводки глаз или слизистой, но больше даже для подводки слизистой, он подходит, очень невзрачный такой, не сильно пигментированный, но пусть будет, он вообще заявлен, по-моему, так, а он заявлен вроде как Ayal, да, так и есть, но для этого он неплохо подходит, дальше, следующий карандаш это вот этот вот синий от Avon в оттенке Azur Blue его я оставляю, тоже хорошо подходит для слизистой, такой синий яркий оттенок, неоновый, он, кстати, хорошо подходит под тушь от Reflame синюю, два оттеночка, чуть более голубой, более зеленый я оставляю, это оттенки, ну, этой же, да, Glimmer Stick Teal Sparkle, это более голубой оттенок, им я пользуюсь, кстати, иногда для настроения, делала макияжа не разу, у меня его еще много, его я оставляю, и второй оттеночек более зеленый, им я тоже пользуюсь, так, и это уже Emerald Glow, его поменьше, по-моему, у меня еще, да, его поменьше, этим я чаще пользуюсь, чем тем, потому что у меня много одежды такой темно-зеленый, изумрудный, каких-то таких-то нам зеленоватых, эти карандаши подходят под одежду, именно под мою, под образы, очень хорошо, из коричневых карандашей у меня один вот такой остается, Glimmer Stick, который Brown Black, коричнево-черный, вот, кстати, он хорошо подходит под тушь, вот эту, белорусскую, то есть, вместе использую я вот эту тушь, видели, да, еще раз покажу, темно-коричневый, вот тот карандаш очень хорошо вместе смотрится, потому что у меня коричневая, да, получается одна, и карандаш у меня коричневый один, его осталось немного, столько, и мне часто пользуюсь, хороший ежедневный вариант, если ищите себе и в качестве подводки, и на слизистую, держите эти карандаши весь день практически, я могу их посоветовать, я очень люблю эти карандаши Дейвен, пореже я использовала, но сейчас уже Ice пришло время, Black Ice, потому что зима, потому что декабрь, и это такой черный с серебристыми блестками оттенок, не скажу, что его много, но вот столько, сколько есть, вот так вот, под таким углом, наверное, видно, давайте, я сейчас покажу, что он немного с блестками, вот, видно, тоже хороший карандаш, нравится мне их и пигментация, и как они держатся, и сам механизм, очень давно я на карандашах и вон нахожусь, не очень мне нравится карандаши от Ariflame, их я покажу, вот эту парочку опять, у меня два разных оттенка серого, то есть, это оттенок 72-58-95, его чуть-чуть осталось серый, ну, немного, да, такой, серый блестящий, не очень хорошо пигментированный, но нормальные карандаши средние, такие я в основном, если честно, ими пользуюсь не в рабочее время, а в выходные, чтобы куда-то там добежать, например, до магазина или там куда-то дойти, нужно подвести глаза немного, то есть, вот я использую, а второе у меня совсем чуть-чуть вообще осталось, вот столько тоже серый, чуть посветлее, это оттенок, да, High Impact, они назывались эти серии, но мне они не очень понравились, The One, не мое, я эти закончу, повторять не буду, 36, 505, так, я неправильно вам сказала, да, да, наверное, я и тот тоже все время неправильно говорила, извините меня, пожалуйста, я неправильно говорила вам артикулы их, там что-то еще нашла, а тут главное еще написано, а там нет, в общем, я даже не знаю, где их смотреть, а вот они, наверное, все-таки внизу, 36, 551, вот этот был, еще раз, да, скажу, какой-то из них, они 72, а вот здесь вот артикул написан, Urban Gray, цвет идет, вот, я уж вас запутала, простите, вот, Urban Gray, 36, 551, его название и артикул, и второй, это, Cobalt Gray, вот он, название, 36, 552, ну вот, который у меня поменьше, серого, их всех поменьше, и пользуюсь я ими нечасто, очень, нечасто, и, карандаш, мой самый любимый, не побоюсь этого слова, мой фаворит, мой must have, это черный карандаш, я думаю, что черный и коричневый должен быть в косметичке, у каждой девочки, девушки, женщины, бабушки, это черный карандаш, Teyvan, мой самый любимый, у меня он был еще и другой, тоже нравился, это Boldest Black, его у меня осталось, ну, вот столько, немного, это глянцевый черный карандаш, который можно подводить, ресничатый контур, чтобы ваши реснички оказались более пышными, да, он уместен, мне кажется, будет и на работу, и на праздники, на выходные, и вообще черный карандаш, мне кажется, должен быть всегда и у всех, это, ну, такая классика, да, если вы не хотите прям драматический эффект черный, то советую коричневый, либо коричнево-черный, у меня чуть в запасах один коричневый, я его сейчас открыла, но пока не буду пользоваться в декабре, поэтому показываю вам все, что есть на декабре, все, что уже в использовании, и два карандаша новых от Эйвен добавляются, вот такие, я вам уже их показывала в заказе, это тоже Glimmer Sticks серия новинки, один у меня Imperial Plum цвет, карандаша изначально, кстати, покажу намного меньше, чем раньше было, то есть это вот, смотрите, у меня практически использованных, да, столько я показываю, это я пользовалась пару раз, или один раз, и, ну, свочи давайте покажу немного, близко мне показывал, фиолетовый, такой фиолетово-бордово-сливовый, ну, точнее, даже фиолетово-сливовый, да, больше, и второй, это более, сиреневый уже идет, это оттенок Cosmic Abyssission, да, или Absission, как-то так, не знаю, как он читается на английском, вот, и вот такой вот он, розово-сиреневый, в принципе, чуть посветлее, и первый глянцевый идет, второй с блестками, они даже вместе хорошо сочетаются, я наносила на верхние века вот этот, допустим, а на слизистую, и на нижние вот этот, они оба между собой хорошо сочетаются, я ими пользуюсь, и они у меня идут в проект, то есть я ими планирую пользоваться в декабре, зимой, показываю вам дальше подводки, все то же самое, что и было, черная подводка от Faberlic, и подводки, вот эти все, которые буду показывать, не являются водостойкими, то есть если попадут ветер в глаза, либо снег, либо дождь, они у вас, к сожалению, размажутся, это 5791 подводка маркер, от Faberlic, цвет черный, подводка карандаш, она же идет, маркер, дальше подводка, синяя, темно-синяя, это 55991, такая, она очень темно-синяя, очень темный синий цвет, хорошо даже подойдет на повседневность, дальше фиолетовый, тоже темный, это Glam, все Faberlic, все подводки, вот эти пока, тоже темно-фиолетовый, и одна подводка от Avon, коричневая, темно-коричневая, график лайнер, наверное, чуть получше по стойкости, чем Faberlic, вот такая вот она идет, коричневая, очень приятная, и подойдет с моими, там теми коричневыми тушами, тенями, со всеми, и с карандашом, вместе использовала, вот эти две подводки, я уже сейчас с проекта, который вам покажу, снимаю, то есть это то, что я убираю, вот эти две подводки, потому что, к сожалению, уже у них и сроки вышли, и они у меня испортились, наверное, сводч я все-таки покажу, начну я вот с этой, 5771, это подводки Glam, да, идут, с кисточкой, давайте здесь же делаю, очень хороший, универсальный, изумрудный, такой оттенок, глянцевый, темный, подойдет, вот много одежды, могу эту подводку посоветовать, изумрудная именно она, по цвету, то есть темно-зеленая, хороша балована, наверное, для декабря, по цвету, так скажем, новогодней елки, да, ну и вообще, кто любит зеленый, я очень люблю изумрудный, зеленый, голубой, все мои, но вот эту подводку я убираю уже, к сожалению, потому что она все, и убираю я вот эту подводку, более такую, блестящую, и более голубую, голубую, зеленую, так, давайте, очень рядом сделаю, они, кстати, очень похожи, отличаются, то есть, это больше в бирюзу, наверное, да, уходит, это больше в бирюзовый, это больше изумрудный, вот такие, красивые, но все, я их убираю, и этот он 5671, такие подводки я больше пока не заказываю, я хочу заказать новую подводку, все-таки, от Faberlic, зеленую, и попробовать ее на замену этим подводкам, с блестками, которая идет вроде бы на обложке 18 каталога, да, насколько я помню, я, возможно, ее возьму, и, естественно, покажу вам, если у меня будет заказ, в заказе, все, и последняя подводка, которая у меня вот здесь есть, это тоже серия Glam Ice от Faberlic, она уже более повседневная, это коричневый такой тон, ну, где бы мне сделать, между тенями сейчас я сделаю, свотч, уж раз я все равно начала делать, но мне кажется, хорошо подходит как раз под эти тени, вот такой свотч, вроде коричневая, но такая нейтрально коричневая, подходящая на каждый день, и она заявлена вроде бы с блестками, но блестки очень деликатные, красивый такой тон практически на каждый день подойдет, но это вот лично, как мое мнение, за 40 минут я с вами уложилась, в принципе, считаю, это очень хорошо, что мы идем хорошо, и думаю, что минут за 20 я вам покажу как раз продукты для губ, и видео будет на часик, ну, хотя бы в одной части и на один час, так, дальше мы переходим к продуктам для губ, их тоже очень много, немножко часы, я просто все подвинюю, так, ладно, меня, наверное, сейчас не слышно, я прошу прощения, что я тут отлучалась, я уже не буду не переснимать ничего, просто мне нужно было пододвинуть, у меня весь стол на кухне был завален, вот, всем продуктами, декоративной косметики, что я вам показываю, это может быть кажется, что мало, но на самом деле этого прилично много, я многое буду убирать с проекта, потому что пришло холодное время года, губы сохнуты очень сильно, и я не буду пользоваться, наверное, до весны определенными продуктами, то есть я их буду убирать не только на декабрь, но и на январь, и на февраль, и я вам это все покажу, естественно, что я тоже убираю, сейчас немного, так я сдвину камеру, чтобы мне было поудобнее и вам, и давайте я начну с, уже продуктов для губ, я вам показывала в предыдущих видео, очень мне нравился вот этот бальзам, но, к сожалению, с ним случилась беда, он у меня вот так вот надломился, и им совершенно неудобно пользоваться, это аптекарь, мне его дарила Настя, привет тебе, спасибо большое, и он мне очень нравился, но, к сожалению, мне стало дико неудобно им пользоваться, поэтому он у меня попадает в зачистку, это вот аптекарь бальзам, на самом деле очень классный, мне его очень жалко, но как есть, видимо, что-то новое придет, потому что вот это ушло, а из нового я добавляю, тогда сразу показываю, вот этот вот бальзамчик зима, это относительная новинка, и пришла зима, декабрь от Фоберлик, он мне очень понравился, даже больше, чем предыдущая версия, он уже идет такого желтоватого цвета, довольно, он идет жирненький, у него наиприятнейший запах, и я его ношу всегда с собой в сумке, то есть это мой такой походный вариант, и так, кстати, от наклейки осталось, это ничего тут такого нет, вот, но бальзам очень классный, буду его с удовольствием использовать зимой, и беру всегда с собой, а вот эти бальзамы от Avon, я оба убираю, и зелененькие, и голубенькие, потому что они стали слабоватым, они идут оттеночные бальзамы, и даже дома мне как-то не очень, вот этот вот ягодный голубой, Blueberry, по-моему, да, он называется, голубика вроде бы, приятно, классно пахнет, конфетками, жвачками, голубикой, ягодами, и зелененькие, это яблоко, их я убираю, по той причине, что они мне не дают такого ухода, и я их оставлю спокойно до весны, и там я уже их в проект добавлю, и буду использовать, то есть из проекта я их убираю, но не убираю их вообще, то есть не в зачистке, у меня такое тоже бывает, пока что у меня есть бальзамов, вот этот бальзам, на поход, и вот этот бальзам, который я очень люблю использовать дома, Eat My, кокосовый, он приятный, хороший, мне он нравится, и он довольно долго держится, у меня его еще много, вот столько, мне нравится его и привкус, и как он держится на губах, и что я долго его в принципе ощущаю, именно как домашний вариант использования, мне он подходит, и я и пользуюсь, вот этот вот бальзамчик, я уже приобретала на Wildberries, я вам показывала в видео ноябре, вот эти вот бальзам, ой, извините, один у меня, все-таки один у меня упал, масло у меня упало, подняла его, сейчас вот этот бальзам я вам показывала, макарун, я его оставляю в проекте, использую дома в основном, он у меня стоит в ванной, такой, ну, интересный в принципе, ну, не часто я им пользуюсь, но бывает в основном, я им пользуюсь дамочкой, и второй, когда мне хочется для повышения настроения дома, который мне подарила Вика, большое тебе спасибо, и привет, это вот эту клубничку, я ее тоже оставляю, в предыдущих только видео, я в проекте ноября их добавила, там я показывала, и сводч, он такой красный есть, и очень приятно, вкусно пахнет, клубничными конфетками, карамельками, ну, не совсем натуральный, такой запах клубники, но очень приятный, классный, вот этот вот бальзам, красный именно, он дает именно такой яркий оттенок на губах, то есть, это нужно учитывать, что он оттеночный, и был у меня на проекте, есть сейчас вот этот вот бальзамчик, который были раньше, такие шарики ролики, у меня их было много, вот этот у меня виноградный, я остальные все раздарила, я его пока убираю с проекта, до весны, до лета, потому что он очень слабенький, и не дает увлажнение питания, нужного для губ, вот это масло, масло бальзам, его я уберу, до лучших времен, и буду потом с удовольствием, с большим пользоваться, его и вот эти два Эйвена, то есть, уже три получается бальзама убрала, потому что слабенький, и четвертый у меня, к сожалению, сломался, как вы знаете, у меня получается на проекте, только четыре бальзама для губ остается, дальше покажу вам, давайте по категориям, вот эти масла, их я обязательно оставляю, и пользуюсь я ими почаще, чем всем остальным, это вот первое масло, вот такое, от Luxe Visage, Miracle, Miracle Kia, идет масло бальзам для губ, очень хорошее, нейтральное, приятное, такое розово-бежевое, оттенок, 5,5 грамм, его я оставляю в проекте, тон 103, Luxe Visage, белорусская косметика, очень нравится, приятный, здесь идет маленький спонж, он удобный, я его беру иногда с собой, и даже на работе, на улице я им пользуюсь, потому что хорошо увлажняет, питает губы, и в принципе подойдет до, для холодного времени года, поэтому я его оставляю, и оставляю я вот это масло, которое у меня было от, в компании Faberlic, Glam and Rose, это такая обновленная, такая линейка масла, я им пользовалась, даже в том числе вчера, оно мне помогло спасти губы, от обветривания, это 41-130, новая такая линейка, в том плане, что это больше без покалывания губ, а приятный такой оттенок, красивый, у этого масла, он есть, здесь идет спонж, ну давайте вот здесь рядышком, я сделаю сочи, до этого тоже вам делала, чтобы вы видели, какая консистенция, и какая красота, это масло безумно для меня, приятно пахнет, какими-то цветочками, ягодками, очень приятные, и на вкус, и на просто, им самим пользоваться, красиво смотрится, как близко для губ, и можно наносить, на какие-то помады, что-то еще, чтобы губы не сушил, очень советую, вот эти два масла, масло, да, они мне очень понравились, и они, естественно, остаются на декабрь, ну и дальше с остальным, буду я, естественно, решать, что-то добавлять, что-то убирать, убирать я буду по оттенку, вот эту помаду, это помадка от компании, Арифлейм Зеуан, и я говорила, что это более оттенок, такой синий для меня, что так и есть, такой рыжий-коричневый, я эту помаду, пока что убираю, пахнет она очень приятно, ванилькой, и, ну понятно почему, что это не зимний оттенок, как по мне, останется пока в других закромах, в другом месте, и потом я достану, буду пользоваться, что оставляю я в проекте, в принципе, все то, что и было до этого, у меня уже, вот такое, вот, например, от Avon Product, Stay, Power Stay, более подробное видео с Watch, и можно в предыдущем вам видео посмотреть, там я тоже показываю, что хоть и выглядит бежевым, но все равно тоже в розовый уходит на мои губах, She's Natural, оттенок, маленький такой, пользовалась я раньше на работу, да, извините, у меня тут немного камера шалит, этим оттенком я пользовалась на работу, но сейчас даже на работе у меня подсушивает, поэтому пока что только дома в основном я пользуюсь, здесь идет спонжик, и при всем, что он выглядит бежевый, все равно он немного розоватый на губах, довольно стойкий, можно с ним снимать видео, либо просто как такой, ежедневный вариант использовать, еще оставляю я, также от Avon, вот такой, лод, это ярко-розовый, но не такой розовый, он более приглушенным смотрится, это оттенок Pinch of Pink, да, да, он, его я оставлю, может быть для каких-то вечеров, либо еще для чего-то, красивый такой грянец розовый, ну, красивый такой блеск, тоже может иметь место быть в декабре, ну, и яркую помаду я тоже оставлю, опять же, праздники какие-то для поднятия настроения, вот Divash, я пока ее с проекта не убираю, хотя немного у нее запах не очень приятный, это яркая фуксия, розовый, оттеночек глянцевый, красивый, праздничный, яркий, такой у меня должен быть, я такие оттенки люблю, 0, 6, Divash серия, и по срокам, по-моему, до марта, вот так и будет у меня, наверное, на всю зиму в проекте, и в март, потому что там 8 марта, и другие праздники останутся, и более спокойные оттеночки, а, остается, ну, давайте из такого, наряднее здесь выглядящего, но полупрозрачный, это вот этот, который я добавила от Faberlic, Aqua Deportofino серия, тон 40, 359, ну, такой вот, кажется, он такой красивый, переливчатый, но на самом деле, он вообще полупрозрачный, на нем немного есть блесток, такой, больше эффект влажного, наверное, сияния губ, больше даже эффект тинта, потому что тинт тоже не полностью видно, только оттенок, вот эта вот помада, такая интересная, я взяла ее на распродажу, она у меня идет в декабрьские помады тоже, и вот эти две более повседневные помады, одна от Faberlic розовая, я ее тоже оставляю на проекте, для каких-то будней, для работы, приятный розовый оттенок, глянцевый, это был, по-моему, романтичный розовый, как сейчас помню, 4624, серия Hydrolip, липстик, то есть увлажняющая, неплохо удобный механизм, и красивая упаковка, ношу на работу с собой, часто ее, и вторая, больше, наверное, для дома, можно добавить блеска, и будет тоже красиво, это от Avon, оттенок Loading Lady, тоже остается на проекте, с 22 года, сколько там помады, там могут, по-моему, 24 месяца, да, быть открытыми, вроде бы два года, так, почти 50 минут, мы с вами говорим, но думаю, что за 10 минут управимся, такой вот глянцевый оттенок, розовый, его я оставляю на проекте, на декабре, буду дальше использовать, то, что я убираю с проекта, я показываю, а, да, ну, давайте еще покажу блеск, который оставляю, оставляю от Avon, вот этот блеск, который я оставила, мне он очень понравился, я им активно пользуюсь, 7 миллилитров, вот этот Grip Glow, это оттенок, очень мелко написано, к сожалению, сейчас, Pioni Blush, пионовый, очень красивый глянец, я им довольно часто пользовалась, на ежедневном основе, и на работу, он даже не столько розовый, сколько он розово-бежевый, и даже больше уходящий в беж, красивый цвет, так, ну, и то, что я убираю с проектом, убираю, по той причине, что у меня очень сейчас подсушила от губы матовая текстура, вот этот Faberlic, я его хотела запустить в ноябре, не пошел он у меня, я его пока убираю до весны, не полностью, это 40464, по-моему, дикороза оттенок, именно по текстуре матовая, я и не добавляю другие оттенки матовый, Faberlic, и вот этот оттенок, не совсем, мне кажется, что сейчас вместе, его я убираю, и также я убираю вот этот блеск, у которого вышел срок годности, его очень мало набиралось от Divas, и он уже у меня, я думаю, что все, был очень недорогой бюджетный блеск, срок годности у него был до ноября, 23 года включительно, вот сейчас пришел ноябрь, я его убираю, маленькое количество блесток вот этих набирается, это был один из, по-моему, последних 18 оттенок, я уж не знаю, как там все остальные, я его покупала именно в магазине в 21 году, в островке Диважа, ну то есть Диваж марки, и вот смотрите, я попробую показать, вот я набираю, набираю, и на спонжике почти ничего нет, давайте вот здесь делаю, вот, то есть все, что мы имеем на спонжике, две капли, к сожалению, очень неудобный ограничитель,